Чудеса Дивен Бог во святых своих, говорят нам святые отцы. И это действительно так. Сон святых, который сияет на небесах, помогает и нам здесь жить на земле. 6 мая мы будем совершать память святого великомученика Георгия Победоносца. Дивного святого, который всегда слышит, который всегда помогает и который всегда на страже наших жизней и наших всех нужд. Христос Воскресе, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители. Действительно, в Православной Церкви очень великое множество угодников Божьих, которые каждый прославился у Бога какими-то делами, подвигами. И с 6 мая по новому стилю Церковь Православная будет праздновать и прославлять святого великомученика Георгия Победоносца. Этот дивный годник Божий жил в конце 3 века, пострадал, принял чистую кончину уже в начале 4 века. И читая его житие, мы узнаем, что он был сыном благочестивых родителей и родился в Малой Азии. Отец был верующим христианином и умер тогда, когда еще великомученику Георгию было очень мало, он еще был младенцем. И поэтому все воспитание для Глова на маму. Мама, она была тоже православной христианкой, истинно верующей. И поэтому она его также, своего сына Георгия, воспитала в духе христианском. И это дало свои плоды. Он отучился, получил образование, поступил уже в воинскую школу при императоре Диеклетиане. Он был при его дворе и имел один из высоких чинов воинских, потому что сам император в нем увидел такого храброго, мужественного воина. И поэтому он был поставлен одним из начальников над императорскими войсками. Но сам император Диеклетиан, он был язычником, богоборческим таким императором. И поэтому в его правлении он сам издает указ, давая полную свободу всем своим подчиненным, начальникам, без как бы угрызения совести, находить христиан и расправляться с ними. Потому что он видел в христианах именно угрозу Римской империи. И поэтому, когда был такой издан указ, который не защищал христиан, а мы знаем, какие были гонения, особенно в первые века христианства, что за то, что человек только верил в Иисуса, распятого и воскресшего, за одну его веру люди были побиты камнями, львами, постоянно они были преследуемы, поэтому они должны были постоянно скрываться. И Великомученик Георгий, узнав о таком указе императора, он продает свое имение, которое у него было, был он из богатой семьи, поэтому было многое у него имение, он раздает его нищим. И сам является во дворец императора и свидетельствует о том, что он есть христианин и что он верит в Бога, которого император пытается именно в лице христиан погубить. И император, видя, что этот еще юноша, а потому что Великомученику было около 30 лет, видя, что он еще такой юноша, который еще можно его чем-то убедить, чем-то прельстить, можно как-то уговорить его, думает, может, он запутался в чем-то, он пытается его прельщать разными и словами, и хитростями, и обещаниями, но он видит, что Великомученик Георгий, он не поддается никакие вещевания, потому что он сказал, что он и верует в истинного Бога. И когда император сказал, что есть истина, повторив, помним, слова Пилата, когда был суд над Христом, то Великомученик сказал, что истина есть сам Христос. И после этих допросов было повелено, чтобы мученика посадили в темницу. И император думал, что он посидит, подумает и, естественно, передумает и принесет жертву языческим богам, потому что все, что требовалось от Великомученика, это принести жертву языческим богам. Но посидел в темнице Великомученик на другой день, когда явился императору, то он снова засветствовал своей верности Богу. И поэтому потом уже мы видим в житии, что каждый день были какие-то изощренные пытки. Его посадили в колесо, которое было напичкано копьями, острыми предметами. Это колесо крутили, оно живем, рвало именно тело Великомученика. И после таких пыток обычно никто не выживал. Но сам уже император увидел, когда присутствовавший на казни, что Великомученик уже не подает никаких признаков жизни, пошел в капище. И когда он зашел в капище, в языческий храм, то явился ангел Господний возле этого колеса и сказал Великомученику «Радуйся». И все те воины, которые были присутствующими, они увидели, как Великомученик совершенно стал здоровым и невредимым. И взяли Великомученика и привели его в храм. Сам император сначала даже усомнился, что это есть тот самый Георгий, которого только что колесовали и который уже был бездыханен. Но Господь явил свою милость на Великомученике и некоторые, кто находился и видел это чудо, уже уверовали во Христа. Потом Великомученик был также кинут в яму, засыпан известью. Три дня он там находился, в негашенной извести. Когда его достали, он был снова цел и невредим. Святого Великомученика обули в сандалии, которые были напичканы гвоздями, и заставили его как бы идти бежать в темнице. И снова он оставался невредим, потому что сила Божия, она постоянно, Господь сам его постоянно охранял. И видя такие чудеса, многие действительно исцелялись, многие действительно становились верующими в истинного Бога. И император подумал, после всего увиденного, что на Великомученике действует какая-то сила волшебства. И поэтому он призывает своего волхва Афанасия, чтобы тот его своими зельями, какими-то колдовством смог погубить. И волх ничего не смог сделать с Великомучеником. Он ему дал питье ядовитое, но тот остался, выпил, остался все равно невредим. И после этого Великомученик был снова посажен в темницу. Господь его постоянно подкреплял, он узнал, что ему нужно будет пострадать за Христа. И он ждал своей кончины праведной. После разных испытаний, святой Великомученик, мы знаем, он был усечен мечом, потому что ничто не могло его сокрушить, именно его волю, его мужество. Он оставался верным христианином, верным Богу. Он веровал в Спасителя, который был распят и воскрес ради него, ради всех нас. И, конечно же, великое множество чудес было сотворено Святым Великомучеником Георгием. Одно из таких чудес, мы видим часто икону, на которой изображен Великомученик Георгий, с копием на коне и побеждает змея. И это чудо было совершено в одном городе, возле Ливанских гор, когда именно змей являлся в озере и настолько напугивал жителей этого города, что они пришли к такому заключению, что нужно было давать постоянно деву, девицу, чтобы его этим задобрять. И поэтому каждый раз выдавали ему девицу, и он ее съедал. И пришла очередь до начальника этого города, и он должен был отдать свою дочь. И когда она стояла уже возле этого озера, то является Великомученик Георгий. Он явился на коне, и она сказала, она увидела его и говорит, что уходи отсюда, потому что и ты погибнешь здесь вместе со мною. Но когда появился змей, чудовище, это то, что Великомученик его пронзил копье, потом спутал его, и эта девица привела в город это чудовище, которое поедало людей. И этот город, они увидели это чудо, они убили этого змея, и 25 тысяч человек уверовало в Христа, уверовало в Бога, потому что это было действительно для них великое избавление, которое многими годами их преследовало, и они уже понимали, что не нужно отдавать никого в жертву, это была и победа. И поэтому многие, почти весь город, уверовал, принял веру православную. В Церкви Великомученик Георгий называется победоносцем, потому что он победил змея видимого, и мы знаем также, что невидимые змеи – это духи лукавые, духи поднебесные, которые постоянно искушают человека в его духовной жизни. И поэтому по молитвам Великомученика Георгия, и мы также, когда к ним обращаемся, то мы избавляемся и побеждаем всякое зло. А мы знаем, что зла очень много, но Лукавый постоянно преследует каждого человека, чтобы его чем-то соблазнить, чем-то отвратить от истины, то есть погубить, потому что Лукавый он встец, и он пытается прелестить чем-нибудь. И поэтому мы и в своих молитвах обращаемся к Великомученику Георгию, чтобы он помогал нам побеждать всякое зло, всякие напасти, все то, что противоречит еванскому учению, все то, что противится истине. 6 мая церковь празднует Великомученика Георгия Павдоносца, и у нас, для нас, прихожан этого храма, микролеона Широкой Балка, это для нас храмой праздник. Вот поэтому мы от души рады всех видеть на этом празднике, чтобы соединиться в соборной молитве, чтобы вместе помолиться этому Великому Годнику Божию, который является у нас примером веры, примером мужества и примером состояния веры православной. Вот потому что он победил зло, и мы также призваны всегда побеждать лукавого своей благочестивой жизнью, своими добродетелями и верой святой христианской. Христос воскресе! Увейси на воскресе Христос! С праздником всех вас, дорогие братья и сестры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова